Также в преддверии празднования юбилея Якутска открыли первую в этом году теплую остановку. 16-ю по счету остановку в столице республики построили в строительном округе по улице Дзержинского. На торжественном открытии побывала Марьяна Кутукова. Для жителей строительного округа это уже 10-я теплая остановка. Ее открытие с нетерпением ждали юные спортсмены и их родители. Ведь рядом находится детская юношеская спортивная школа номер один. Родителям это, конечно, очень хорошо, тем более дети, когда учатся в школах, приезжают куда-то. Естественно, нам будет очень спокойнее, что ребенок будет стоять ждать остановку в теплой остановке, чем либо на улице. Сегодня в Якутске вместе с новой работают уже 16 теплых остановок. Проект предпринимателей второй год получает поддержку города и признан в стране одной из лучших муниципальных практик. Вообще этот проект у нас начался с 2015 года. Это действительно проект, который нам предложили наши предприниматели города Якутска. Это был первый проект теплой остановки Сергея Алексеевича, как раз Алексеев. Это его было, в принципе, предложение. И, конечно же, окружная администрация этот проект одобрила и сейчас внедряет на территории городского округа город Якутск. Традиционно в новой остановке горожане могут в тепле следить за автобусами, воспользоваться терминалами, пополнить транспортную карту, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi. Кроме вышесказанных услуг и удобств в каждой теплой остановке есть свои отличия и нововведения. Так, в этой новой теплой остановке впервые установили очиститель воздуха. На этом объекте мы установили очиститель воздуха, бактерицидную лампу, которая может в присутствии людей обеззараживать воздух. Когда мы запускаем, например, остановку поликлиника, сразу задался вопрос, что очень много людей заходит, которые сами посещают эту поликлинику. И наверняка среди заболевших, люди, которые болеют, они тоже хотят находиться в защите. Поэтому мы устанавливаем такие камеры, такие лампы, чтобы все могли чувствовать себя безопасно. Остановка Надзержинского первая в этом году, но не последняя. До конца года в городе ориентировочно откроют еще пять теплых остановок. Марьяна Кутукова, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.